Это имя будущего предприятия. Площадка под него недалеко от Альменки, условия создания обговариваются. Крупнейший холдинг в России по производству молока Эканива инвестирует почти 3 миллиарда рублей. Алтай берет на себя инженерное обустройство и компенсацию налогов. Чтобы что-то получить, надо что-то и вложить. Такой подход прагматичный мы и будем применять. Такой подход и оценил Штефан Дюр, директор Эканивы. На Алтай он смотрел несколько лет и на соглашение приехал в тематическом галстуке в коровках. В новом животноводческом комплексе он планирует развести 3000 буренок. 5000 гектаров отдадут под растение и водство. Бизнесмен намерен создать почти 400 новых рабочих мест и развивать село. Власти Альменки изучили опыт компаний в пограничном Маслянино в Новосибирской области. Увидели какие там комплексы построены, заработная плата в среднем 33-35 тысяч рублей. Складывает компания сегодня и в строительство жилья, и в социальную инфраструктуру, в садики, школы, кафе. Все это будет присутствовать, мы договорились со Штефаном Дюром и на Альменской земле. А власти края смотрят еще дальше на переработку молока и надеются, что вывозить сырье не придется. Тема больная, и мы с Александром Николаевичем тоже утром обсудили этот вопрос. То есть мы сейчас строим сыр-савод в Маслановском районе. Вот этот сыр-савод сейчас строим, и в первую очередь, но сейчас его надо накружать. На перспективе, и может и здесь что-то подобное. Ну, может быть не в Тельманском, а может быть в другой зоне даже края. По мнению чиновников, приход такого крупного конкурента должен стать толчком к развитию алтайского молочного производства. Но в первую очередь от компании-инвестора ждут финансовых плюсов. Налог на доходы – раз, налог на землю – два. Учитывая социальные налоги, все они куда идут? Да, это бюджет. Это бюджет района, это бюджет региона. Построив объект, через госпрограмму решается вопрос, и сегодня это позволяет госпрограмма. Это компенсация прямых затрат, понесенных на строительство, на комплектацию объекта до 30%. До конца года будет разработан проект строительства животноводческого комплекса, появится который в крае по планам должен уже в 2020 году. Анастасия Дороган, Николай Шелко. Наши новости. Продолжение следует...